Поздравляем вас с этой знаменательной датой. Мы желаем вам самое главное – здоровья. Пелагея Степановна Павловичева из Фрианова дома принимает поздравления. Ветеран труда более 40 лет работала на Горьковском автозаводе. В годы Великой Отечественной войны на станках изготавливала детали для автомобилей. Тем внесла свой вклад в победу над фашистами. Мы знаем, что вы труженик тыла, прошли годы войны, участвовали в освобождении нашей страны. Поэтому сегодня, в этот день, мы все поздравляем вас. Пелагея Степановна родилась в Арзамасском районе Горьковской области. Когда ей исполнилось 18, сестрой уехали на строительство автозавода. Жила в Годзьем, а Годзьем год работала. Вот там работала. В 2000-е ветеран переехала к племяннице в Африаново. До преклонных лет присматривала за детьми. Чему можно было научиться у нашей тети? Ну, трудолюбию, наверное. Трудолюбию. Честности. И это доброте. Вот она, у меня две девчонки учились обе. И она помогала нам. Свой столетний юбилей Пелагея Степановна принимала поздравления от главы района Алексея Валова, главы Фрианова, Дмитрия Васина, депутата Московской областной думы Ирины Слуцкой. Ещё один юбилей на этот раз в 90-летие отмечает труженица тылы Щёлкова Зоя Васильевна Пестунович. Ваше трудолюбие и упорство и достижение цели, чувство долга, справедливости и любви к Отечеству помогли нашей стране преодолеть тяжёлые испытания. На долю Зои Васильевны выпали самые тяжёлые времена. Годы войны, период восстановления. Как закончилась война, семья переехала в Королёв, а затем в Щёлково. Много лет работала главным бухгалтером на определенной трикотажной фабрике. Закончила трудовую деятельность в возрасте 70 лет. Общий стаж – 52 года. У Зои Васильевны трое внуков и двое правнуков. В день рождения юбиляра вручили почётную награду – медаль «90 лет города Щёлково». Михаил Налютов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».